добрый день всем надеюсь что меня слышно и видно меня зовут дмитрий александрович и силов я доцент департамента теоретической экономики в высшей школе экономики занимаюсь олимпиадой я профессионал как председатель методической комиссии олимпиады я сам макроэкономист по профессии и сегодня на нашем вебинаре буду рассказывать вам отдельные вопросы как раз и своего раздела из макроэкономики значит у меня есть доска я постараюсь сейчас ее подключить значит близительно нас будет такая структура вебинара что 40 45 минут займут задачи по макроэкономики и затем вторая часть а то же самое время приблизительно по микроэкономики значит сейчас включить свою доску да видимо так это надо будет делать сейчас вы видите мою доску да ну начнем с того что у нас входит в вам устроенный вообще задание по макроэкономики на олимпиаде коротко напомню вам что у нас есть значит первый тур которым будут тестовые задания вот у основным темам контексте макроэкономики это введение в экономику модель значит связанные с товарным и денежным рынком макроэкономическая политика открытая экономика рынок труда и безработица экономический рост но чаще всего мы фокусируемся на базовой модели солу экономического роста вот и также вопросы связанные с значит экономикой в краткосрочном и долгосрочном периоде кривой филипса инфляция безработицы и вот приблизительно этот список тем обыкновенно выходит руках первого тура но также еще одна тема важна это микро обоснование экономических моделей то есть теории потребления и инвестиций которые объясняют поведение домашних хозяйств эфира вот значит соответствующие после первого тура в случае успешной его сдачи у нас с прошлого года появился промежуточный второй тур олимпиады и врагов этого тура он предложит открытые вопросы содержательные посвященные проблемам современной макроэкономики макроэкономической политики в рамках моей части да отдельно будет микроэкономики блок отдельно мак какие такого такого рода вопрос вот сегодня я разберу с вами один из таких вопросов который был на прошлогодние олимпиаде он касался от того что происходило в российской экономике двухтысячные 2010-е годы а именно политики с точки зрения режима валютного курса то есть сейчас вопрос приблизительно формулировался таким образом что в 2000-е годы российской экономики существовал режим так называемый управляемого плавания то есть центральный банк он давал информацию о том какой предстоит предстоит видеть валютный курс то есть прогноз относительно валютного курса и старался достигнуть этого прогноза в реальной жизни это означало следующее что если мы посмотрим на динамику динамику валютного курса то фактически валютный курс оставался приблизительно постоянным на протяжении достаточно долгого срока действительно там с 2000 по 2008 год более-менее на одном и том же уровне а вот в то время как цены на нефть устойчиво росли вот вопрос такой а почему в условиях режима валютного курса фиксированного или как бы управляемого плавания который близок близок фиксированному чему устойчиво накапливают за валютные резервы двухтысячные годы вот и сейчас после того как центральный банк перешел к режиму плавающего валютного курса будем ли мы наблюдать такую же динамику или нет вот напомню что развитие центральный банк перешел к режиму плавающего валютного курса 2014 году и сейчас мы находимся именно в этом режиме центральный банк он не дает прогнозы относительно динамики валютного курса и курс определяется исходя из рыночного ценообразования ну вот давайте посмотрим значит чем это связано все я для этого нарисую вам такую вот картинку которая носит название трилемма центрального банка иллюстрация трилемма центрального банка в чем она заключается она заключается вот в чем что на самом деле когда центральный банк принимает решение о том какой режим валютного курса выпадать он должен исходить из того что он находится в некотором ограничении в чем это ограничение заключается за той стороны он может свободно управлять денежной массой у нас есть м с денежная масса и он может свободно и управлять то что называется независимая монетарная политика сайт независимая монетарная политика нет извините вот значит почему она независимая потому что центральный банк контролирует денежное предложение а так как считает нужным и как следствие контролирует процентные ставки вот это вот одна один элемент картины а вот а значит второй компонент этой трилеммы центрального банка связан с тем что центральный банк может при желании фиксировать валютный курс сейчас извините пожалуйста вот цвет наверно да значит и получается что второй вариант это то что центральный банк держит фиксированным валютный курс и третий вариант а вот здесь вот называется свободные рынки капитала я могу даже его усилить немножко этот вариант можно назвать вообще конвертируемость национальной валюты то что валюту можно национально обменять на иностранную наоборот конвертируемость национальной валюты вот почему все это связано вместе дело в том что центральный банк может выбрать лишь одну грань из этого из этих трех сторон одну сторону из этих трех то есть частности может быть так что рынке капитала свободной и национальная валюта конвертируема то есть таким образом возможно свободно свободно покупать и продавать иностранную валюту в стране каждому из экономических агентов и в то же время центральный банк обладает независимой монетарной политикой другими словами он контролирует процентную ставку и денежное предложение если мы выбираем эту грань тот фиксированного валютного курса придется отказаться то есть валютный курс становится автоматически плавающим это ровно та ситуация которая есть в россии начиная с 2014 года другой вариант эта ситуация конвертируемой национальной валюты и в то же время ситуация фиксированного валютного курса другими словами центральный банк берет на себя обязательство держать курс на одном едином уровне случае фиксации либо как бы в коридоре определенном это режим валютного коридора либо управлять и и тоже а контролировать его движение в случае управляемого плавания эта ситуация была россии в 2000 и годы в 2000 и годы в россии существовало свободное рынки капитала то есть свободный обмен национальной валют и в то же время валютным курсам управля tenía центральный банк но что является следствием этой ситуации на самом деле ситуация такова что монетарная политика не становится независимой другими словами центральный банк перестает контролировать денежное предложение Ну и, как следствие, валютный курс, да, он может быть там неизменным некоторое время, а вот денежное предложение в 2000-е годы устойчиво росло темпами, превышающими 20, а иногда и 40% в год. И следствием это была высокая инфляция, которая существовала в 2000-е годы. Она устойчиво превышала 10%, что, в общем-то, не есть хорошо для экономики. Соответственно, получается, что вот этот выбор предполагает отсутствие независимой монетарной политики. И, наконец, есть третья грань, она тоже в определенную историческую эпоху существовала. Это ситуация, когда Центральный банк обладает независимой монетарной политикой, он фиксирует валютный курс, но при этом валюта не является свободно конвертируемой. Это случай Советского Союза, фактически, допустим, мы можем сказать, что это Советский Союз 80-е годы. Почему так? Потому что, на самом деле, с одной стороны, курс был официально установлен на определенном уровне, допустим, 1 доллар равен 60 копеек и подобное. Денежное предложение полностью контролировалось правительством, то есть можно было увеличивать денежное предложение, но купить свободную валюту было невозможно. То есть валюта не является национальной конвертируемой, нет свободных рынков капитала. Значит, вот они, три режима, которые, в принципе, возможны, исходя из триллиона Центрального банка. Когда у вас возникает вопрос, а почему, допустим, в 2000-е годы золотовалютные резервы росли быстрыми темпами, то, в общем-то, это напрямую связано с данной триллионой, поскольку любой шок, который происходит в экономике, например, рост цен на нефть, он приводит к тому, что денежное предложение реагирует ненезависимым образом. Она подстраивается под данный шок. Растут цены на нефть, появляется большее количество валютной выручки в стране, и для того, чтобы поддержать валютный курс фиксирован, Центральный банк вынужден скупать эту валютную выручку и, как следствие, выпускать рубли в обращение. То есть если говорить о той цепочке, которая существовала в 2000-е годы, то она следующая. С одной стороны, мы видели высокий рост цен на нефть, я напишу цены на нефть, P-OIL, напомню, что в 2000 году цены были порядка 20 рублей от 20 долларов за баррель, а к 2008-му они подскочили до 140 долларов за баррель, причем самые высокие темпы роста были с 2004 по 2008 год. При этом предложение доллара в стране растет, то есть валютная выручка попадает в страну, и, как следствие, предложение долларов растет, и, по идее, валютный курс должен укрепляться в национальной валюте. Центральный банк берет на себя обязательство управлять им, чтобы он не укреплялся, потому что это будет вредить экспортерам, которые вынуждены будут продавать товары по более высоким ценам за рубеж, и теряют они таким образом свою конкурентоспособность, и в результате получается, что Центральный банк, он в данном случае, если курс фиксирован или управляем, он вынужден осуществлять валютные интервенции регулярные. Он в данном случае покупает иностранную валюту и продает отечественную валюту. Ну и, как следствие, он выпускает рубли в обращении, то есть возникает денежная эмиссия дополнительно, и это означает, что это приводит к конечному итоге к инфляции, которую мы наблюдали в 2000-е годы. Но это же и означает то, что золотолюбные резервы устойчиво растут, и вот они достигли некоторых исторических рекордов к 2008 году, к моменту, когда начался активная фаза мирового финансового кризиса, и упали цены на нефть. Но, тем не менее, механизм остался прежним. Что происходит далее? То есть вопрос следующий, а может ли при плавающем валютном курсе происходить вот такое активное накопление золотовалютных резервов Центрального банка? Но дело в том, что при плавающем валютном курсе Центральный банк, он, в общем-то, вообще не осуществляет регулярные валютные интервенции на рынке. Он контролирует денежное предложение и не вмешивается в ценообразование на валютном рынке. Единственное исключение – это когда Центральный банк действует в интересах правительства, то есть фактически как агент правительства на рынке. И, например, в России именно такая ситуация, что в России действует бюджетное правило, исходя из этого бюджетное правило, правительство часть валютной выручки, которую получает из налогов на предприятия, производящие природные ресурсы, часть валютной выручки направляет в фонд национального благосостояния. И оператором этого является Центральный банк. Вот рост фонда национального благосостояния будет тоже отражаться в российских золотовалютных резервах. Но при этом он не связан вот с подобной политикой Центрального банка. И, как следствие, денежная масса не будет расти столь же высокими темпами, как в 2000-е годы, поскольку это та валютная выручка, которая фактически просто не попадает в экономику, она уходит в резервы. И тем самым инфляция остается под контролем Центрального банка. Значит, вот это что касается первого пункта задания, почему золотовалютные резервы росли. Я, к сожалению, не вижу вашей реакции, потому что я вижу только свою панель. Давайте я прочитаю, что может быть в чате. Есть. Хорошо. Ну, главное, что вы меня слышите. Вот, видите, не обязательно. Так, давайте посмотрим. Ну, значит, хорошо. Если есть вопросы, пишите, пожалуйста, в чате по содержанию тематическому нашему или по другим вопросам коллеги будут отвечать. Вот, а я продолжу с этим заданием, которое мы сейчас обсуждаем с вами. Значит, вернусь к своему экрану. Теперь посмотрим, каковы были преимущества режима фиксированного валютного курса в 2000-е годы и каковы были недостатки данного режима. Ну, и, соответственно, каковы преимущества и недостатки того режима, который существует сейчас в плавающем валютном курсе для российской экономики. Значит, в чем преимущество режима фиксированного валютного курса в 2000-е годы? Дело в том, что в то время, с 2004 по 2008 год, цены на нефть выросли практически в 3,5 раза. С 40 долларов за бауэр до 120. И получается, что в то время фиксированный валютный курс был фактором, который позволял валюте не укрепляться. А в чем проблема укрепления национальной валюты? Почему это проблематично для экономики? Значительное укрепление национальной валюты. Значит, назовем Е, это валютный курс, за доллары, например, и укрепление национальной валюты серьезное, вызванное, допустим, ростом цен на нефть, привело бы к тому, что отечественные товары, они стали бы дорогими в иностранной валюте, они бы подорожали в единицах иностранной валюты. Это касается всех товаров производственного и промышленного сектора. Как следствие, возникает феномен, который называется в литературе голландской болезни, Dutch disease. А сырьевой сектор, он вырендабельный, у него высокая ретабельность, он эффективный, и за счет укрепления национальной валюты он вытесняет все остальные сектора экономики. И вот тот вариант фиксации валютного курса, он позволял отчасти уменьшить вот этот негативный фактор укрепления национальной валюты. Но если быть откровенным, то в долгосрочном периоде эффект все равно сохраняется, и он значительный, укрепление национальной валюты. Почему так происходит? Для этого нужно знать разницу между номинальным и реальным валютным курсом. Вот номинальный валютный курс, он меряется, это стоимость иностранной валюты, это рубли за доллар. Или там стоимость одного евро, стоимость одного доллара в рублях. А реальный валютный курс – это относительная стоимость товаров, иностранных товаров по отношению к отечественным. Вот обратите внимание, что происходит с реальным валютным курсом в 2000-е годы, Epsilon. На самом деле, если написать формулу для реального валютного курса, это стоимость иностранных товаров в национальной валюте Е умножить на PF, где PF – это уровень цен за рубежом, допустим, в США, а ПИ – это уровень цен в национальной экономике. И Е на PF меряется в рублях, потому что это рубли на доллары умножить на доллары. Значит, что получается? Что Центральный банк не допускал укрепления рубля, поэтому Е не падало в этой формуле. Но, как вы видели из нашего предыдущего анализа, рост цен на нефть приводил к росту денежной массы, а, как следствие, к росту цен. И рост цен, исходя из этой формулы, приводит к тому же самому эффекту, то есть к укреплению реального валютного курса. Другими словами, отечественные товары дорожают по отношению к иностранным. Действительно, в экономиках США и еврозоны в то время обычно темп роста цен составлял порядка 2% в год. Да, это темп роста. А в российской экономике он был в среднем 15% в год. Соответственно, в течение нескольких лет укрепление национальной валюты в реальном выражении было значительным. И поэтому все те негативные эффекты, которые ведет за собой голландская болезнь, на самом деле российская экономика в той или иной степени в тысячные годы переживала во многом. Потому что действительно было очень большое вытеснение сырьевой, ритейл, сырьевой сектор доминировали, а промышленный сектор, особенно тот, который находился в жесткой конкуренции с внешними производителями, текстильная промышленность, другая промышленность, в общем-то в какой-то степени даже сокращались. Поэтому в этом случае голландская болезнь все равно существует. И в этом означает, что, в общем-то, на самом деле бюджетное правило с ней гораздо лучше справляется, чем фиксированный валютный курс. Политика стандартного банка по фиксации валютного курса. Значит, какое еще преимущество фиксированный валютный курс имеет? Их не так много. Возможно, это позволяет отчасти застраховать валютные риски. То есть для наших партнеров, иностранных инвесторов, торговых партнеров валютные колебания – это риск. Они поставляют товар, получают в некоторой валюте, а, в общем-то, валютный курс может поменяться. Поэтому фиксированный валютный курс позволяет сократить вот издержки для торговли, для финансовых сделок и тем самым уменьшить потери для экономики. Но, тем не менее, эти риски можно страховать. И, в общем-то, плавающий валютный курс имеет чуть больше преимуществ, чем фиксированный. То, что мы знаем сегодня. То есть недостаток фиксированный валютный курс был в том, что в стране была высокая инфляция в 2000-е годы. И, как следствие, при высокой инфляции финансовая система не могла выдавать кредиты на длительный срок под низкие процентные ставки. То есть это было ограничение экономики в то время. Хорошо. Значит, это вот что касается истории, связанной с фиксированными плавающими валютными курсами. Если у вас по ней вопросы, посмотрю в чат. Могу отключить на время доску. Вы меня увидели. Да, спасибо за вопрос. Насчет голландской болезни. Является ли, значит, страдает ли Россия от голландской болезни сегодня? Потому что цены на них тоже увеличиваются в некоторые периоды времени, да? На самом деле голландская болезнь подается, ну, достаточно эффективному лечению, если так можно сказать. И это связано с бюджетным правилом правительства. Вот как раз первый шаг к этому бюджетному правилу был сделан в 2000-е годы, в 2006 году, я если не ошибаюсь, значит, Алексеем Леонидовичем Кудриным, который, будучи министром финансов, организовал вот программу, которая называлась «Стабилизационный фонд». То есть часть нефтяной выручки шла в этот стабилизационный фонд, что очень помогло российской экономике в 2008-2009 году, когда цены на нефть упали. А сейчас бюджетное правило работает еще более совершенным является. То есть все доходы от нефти, которые превышают определенный порог в цене, они направляются в фонд национального благосостояния. Как следствие, российская экономика стала гораздо меньше зависеть от цены на нефть. Поэтому голландская болезнь не является сегодня, ну, как бы ключевой причиной стагнации в отсутствии проблем российской экономики за счет того, что фискальная политика позволяет эффективно проблему решать. Вот. Так, еще один вопрос есть в чате. Да, как связаны переход к независимой монетарной политике и политика таргетирования инфляции? Это вопрос от Владимира. Они очень тесно связаны, потому что политика таргетирования инфляции, и она, собственно, с ней связана моя вторая сегодняшняя задачка, политика таргетирования инфляции возможна только в условиях независимого центрального банка и независимой монетарной политики. Если мы остались бы в режиме 2000 года с управляемым плаванием или с фиксированным валютным курсом, политика таргетирования инфляции была бы невозможна. И сейчас я вам это покажу. Ну, следующий вопрос Владислава, то есть про демо-вариант. Вот то задание, которое я сейчас разбираю, это одна из задач, которая была в прошлом году в втором туре Олимпиады, как раз промежуточном. Вот, задачи на 20 баллов. Мы ее с вами пояснили, разобрали. А сейчас, в оставшиеся 15 минут, я хотел бы просто это по теме содержательно подходит. Я хотел бы рассказать вам одну часть задачки из финала прошлого года, где предстоит вам в финале решать уже некоторые кейсовые задания. Значит, в прошлом году финал готовили совместно специалисты из Высшей школы экономики и корпоративного университета Сбербанка, я считаю, что и в этом году будет так же. И задания касались макроэкономической тематики. Вот, и в частности, вот одно из заданий, которое было у бакалавров или у магистров, значит, оно касалось того, как современный центральный банк должен реагировать на шоке предложения. Это очень актуальная тема в контексте современного кризиса коронавируса, потому что этот кризис связан не только с сокращением спроса, как мы видели там в 2020 году, когда все сели по домам, и, как следствие, перестали тратить на услуги, и, в общем-то, спрос очень резко упал. Значит, ну, еще к сокращению предложения. С чем связаны шоки предложения? Давайте я снова перейду на свою, значит, рабочую доску. С экрана. Сейчас, секундочку. Не очень понятно. Вот, значит, сейчас заново все сделаю. Значит, шок предложения возникает в ситуации, когда растут издержки компаний. Если растут издержки компаний на производство продукции, это шок предложения негативный. Но обратный положительный шок предложения связан со снижением издержек. Очевидно, что любой, допустим, технический прогресс, который приводит к росту продательности труда, к снижению, ну, автоматически к снижению издержек, это положительный шок предложения. Вот, но дело в том, что экономики периодически сталкиваются с отрицательными шокопредложениями. И это большая проблема для центральных банков и для властей, потому что подобные шоки ведут к стокфляции. Сейчас я вам покажу, что это значит на картинке. Вот. Ну, вам сейчас вы увидите весь мой экран, я по-другому не нашел, как сделать. Ну, вот сейчас вы должны видеть доску. Значит, смотрите, то есть, допустим, возьмем самую базовую макроэкономическую модель, модель совокупного спроса, совокупного предложения. Да? По оси абсцисс ВВП страны, по оси ординат уровень цен. У вас есть кривая совокупного спроса и кривая совокупного предложения. Совокупный спрос показывает то количество товаров и услуг, которые фирмы, домашние хозяйства, правительство, остальной мир готовы покупать при данном уровне цен. А линия совокупного предложения показывает вам объем товаров, которые при данном уровне цен готовы поставить производителям. Идея шока предложения заключается в следующем. У вас, допустим, растут издержки компаний и, как следствие, вливая совокупного предложения сдвигается влево-вверх. Как следствие, экономика испытывает ряд негативных последствий. Если мы переходим из точку 0 в точку 1, то мы видим, что, во-первых, возникает рецессия, то есть падает выпуск. А во-вторых, растут цены. В реальной жизни чаще всего это связано с ростом инфляции, то, что мы видим сегодня в России, в Европе, в Соединенных Штатах. Рост инфляции. Пи – это уровень инфляции. И вот такая комбинация, когда у вас одновременно возникает и рецессия, и рост цен, и называется стагфляцией. Впервые в современной истории, как бы послевоенной, глобальная стагфляция наблюдалась в 70-е годы 20 века в связи с ростом цен на нефть. В то время энергосберегающие технологии не были столь развиты, и страны очень сильно зависели от импортной нефти. Я имею в виду, прежде всего, Европа, США, Канада и так далее. И, в общем-то, рост цен на нефть три раза привел к стагфляции, потому что издержки компаний выросли. Но то, что мы видим сегодня, в 2020-2021 году, это тоже отчасти негативный шок предложения. Потому что проблема эпидемии еще ведет к тому, что разрываются производственные цепочки. Локдауны не позволяют работать отдельным компаниям или дополнительные издержки создают для компаний. Как следствие, они уменьшают выпуск и повышают цены. В этом смысле, вот феномен такого шока предложения негативного, он является вызовом для центрального банка. Почему? Давайте посмотрим. То есть вопрос может формулироваться так. А должен ли, в общем вопрос он так и формулировался в финальном задании, а должен ли центральный банк реагировать на этот шок предложения каким-либо образом? Ну, например, снижая ключевую процентную ставку. Ведь здесь рецессия возникает в стране, да? Или же наоборот, повышая ставку, потому что инфляция растет. А современный центральный банк, собственно, очень сильно, его основной задачей является стабильность цен, целевой уровень инфляции, поэтому вот должен ли он реагировать на рост инфляции в данном случае ростом ключевой процентной ставки? Вот такой вопрос возникает. И здесь, ну, сначала поймем, в чем дилемма-то, почему этот случай уникален, в чем он особен по сравнению с всеми остальными случаями. Ну вот, допустим, берем стандартный кризис коронавируса 2020 года. Он приводит к резкому сокращению спроса в глобальной экономике. Значит, спрос падает очень значительно. Это приводит к каким-то феноменальным историческим, значит, цифрам падения ВВП. 20-40% за квартал и так далее. Как должен центральный банк реагировать на падение спроса? Снижать процентные ставки, проводить стимулирующую монетарную политику. То есть падение спроса, оно должно компенсироваться стимулирующей фискальной монетарной политикой. То есть снижение процентных ставок позволяет чуть-чуть компенсировать. Собственно, это и происходило в 2020 году в мировой экономике. То есть российский центральный банк снизил ставки до исторического минимума, 4% пункта. Для современной России это исторический минимум. А ФРС США снизил ставки до нуля очень быстро в начале кризиса, и они до сих пор остаются на этом уровне. Европейский центральный банк, ему некуда было снижать ставки, они и так были нулевые. И он просто проводил политику количественного смягчения, покупал ценные бумаги, увеличивал денежную массу в экономике значительно. То есть стимулирующая монетарная политика, поддерживая спрос, она позволяет сгладить этот эффект глобального кризиса на население и фирмы, и на компании. То есть избежать череды банкротств, избежать социальных проблем и так далее. Но наш вопрос с вами касается шокопреглажения. И здесь ответ не столь очевиден. Для того, чтобы понять в чем проблема, мы можем также воспользоваться моделью кривой Филлипса. Напомню вам, что кривая Филлипса показывает зависимость между инфляцией и безработицей. И фокус в том, что эта зависимость включает в себя инфляционное ожидание. Вот уравнение кривой Филлипса, предложенное Фридманом и Фелпсом, то есть модифицированной кривой Филлипса. Пи – это текущий уровень инфляции. Пи-экспектед – это инфляционное ожидание в текущем периоде. Альфа – некоторый коэффициент. А юти – фактическая безработица, ю со звездочкой – естественная безработица. Значит, что у нас происходит, когда происходит шокопреглажения? Кривая Филлипса сдвигается вправо-вверх. Потому что меняется и естественная безработица тоже. То есть издержки компаний растут, как следствие меняются, значит, ну, фактически возможность производить товары и услуги уменьшается, уменьшается спрос на рабочую силу, и как следствие, естественная безработица растет. И вот у вас получается, что кривая Филлипса, она сдвигается вправо-вверх. Значит, как может вести себя Центральный банк в этом случае? И здесь мы видим как раз два варианта реакции на это. Первый вариант демонстрирует нам ФРС США. А в США ставка процента как была 0, так и остается до сих пор. Несмотря на то, что уровень инфляции в стране уже превышает 5%. То есть реальная ставка приблизительно минус 5, если, ну, опять же, реальная ставка, я напомню вам, это приблизительно номинальная ставка за вычетом инфляционных ожиданий. Значит, если инфляция остается приблизительно на уровне 5%, ну, это вопрос, она остается или снизится. А ставка номинальная 0, то реальная ставка минус 5, да, или же, если мы считаем по историческим данным, то фактическая реальная ставка составляет минус 5, потому что номинальный процент уже давно на нуле. Вот, значит, и мы не видим повышения процентной ставки в американской экономике до настоящего времени. То есть Центральный Банк Америки, он не реагирует на шок предложения повышением процентных ставок. Почему он это так делает? На самом деле, как раз ответ кроется в политике инфляционного таргетирования. Суть политики инфляционного таргетирования заключается в том, что Центральный Банк, он старается управлять инфляционными ожиданиями. Чем лучше он управляет инфляционными ожиданиями, тем стабильнее кривая Филлипса, то есть она не меняется во времени. Допустим, в Америке, вот по свидетельствам экономистов, в частности, Оливье Бланшара, ну вот, Татьяло, Челова, American Economic Review пару лет назад на эту тему, наблюдается за последние 10-20 лет снова устойчивая кривая Филлипса. То есть получается, что инфляционные ожидания, они приблизительно постоянны. За счет чего это? Собственно, потому что Центральный Банк завоевал доверие общества своей политикой инфляционного таргетирования, когда он публично объявляет о своей цели, объясняет, как он придет к этой цели. Если он не достигает ее, объясняет, почему так произошло, какой шок он не предвидел и, как следствие, как он исправит ситуацию. И вот такой, значит, длительный путь заслуживания доверия приводит к тому, что инфляционные ожидания становятся заякоренными, то есть они стабильны. И как следствие, кривая Филлипса не реагирует на рост инфляции. В этом случае Центральный Банк может себе позволить не повышать процентную ставку некоторое время, убеждая население, что шок временный. То есть этот шок предложения, он в конечном итоге пройдет самостоятельно, когда экономика избавится от последствий вот этого коронавирусного кризиса, когда локдауны пройдут. И таким образом вам не нужно сейчас повышать процентные ставки, чтобы бороться с этой инфляцией, потому что она временный феномен. Если уже у вас в экономике нет такой ситуации, когда ожидания заякоренные, то есть Центральный Банк еще не завоевал доверие, а вообще-то, чтобы завоевать это доверие, общество нужен какой-то исторический период. Должно пройти время. То есть поколение должно прожить, допустим, 10-15 лет. Оно видело, что действительно каждый раз Центральный Банк, он заслуживает этого доверия. Ну вот, если это не так, то рост текущей инфляции сегодня будет приводить к росту инфляционных ожиданий. То есть негативный шок предложения, даже если он временный, приведет к росту инфляционных ожиданий, как следствие, кривая Филипс сдвигается еще более влево-вверх, порождая так называемую инфляционную спираль. Рост инфляционных ожиданий приводит к еще большей инфляции. В этом случае отсутствие реакции со стороны Центрального Банка приведет к высокой инфляции в экономике. И выходить из этой ситуации высокой инфляции придется за счет очень жесткой монетарной политики. То есть ставку придется повышать гораздо более значительно. Вот вам ответ на вопрос, следует ли Центральному Банку реагировать на шок совокупного предложения или нет. Негативный шок совокупного предложения. Оказывается, ответ зависит от того, о какой экономике идет речь. Если инфляционные ожидания заикаренные и доверие значительно, то можно убедить население, что это временный шок и не реагировать повышением процентной ставки. Если нет, то нужно повышать процентные ставки, чтобы не допустить раскрутки инфляционной спирали. Хорошо. Значит, есть ли у вас вопросы по этому заданию финала? Давайте я посмотрю в чат. В заключении своей части могу сориентировать вас еще раз по ожидаем кризис в 2022 году. Ну, экономистам всегда надо как бы быть готовым к кризисам. А значит, спасибо, спасибо, что было интересно. Значит, а насчет кризисов? Значит, ответ такой, что есть несколько сюжетов, на которые надо обращать внимание. Первый сюжет – это бюджет правительства. То есть, если вы посмотрите любой пример высокой инфляции или гиперинфляции, он всегда начинается с дефицита бюджета правительства, который невозможно покрыть здесь, с заимствованиями и так далее. Высокого уровня долга и прочее. Вот в России пока ситуация достаточно стабильная с бюджетом, устойчивый он, положительный и прочее. То есть, вот краткосрочные такие шоки, они… Ну, все равно экономика может быть устойчива к этим краткосрочным шокам. А второй момент – это проблема долгового кризиса фондового рынка финансов. Но, наверное, сейчас я не смогу ее полностью осветить, потому что это большая тема. Вот, значит, хорошо. Ну, тогда могу перечислить вам основные источники по макроэкономике, которые я вам советую, с которыми советую познакомиться. Есть много хороших учебников, поэтому вы можете выбрать тот, который вам ближе всего. Мне очень подходит импонировать учебник Бланшара по макроэкономике. Он есть на русском языке, издание 2010 года. Есть англоязычные версии, более поздние. Значит, также хороший учебник Матвеевой Татьяны Юрьевны, значит, макроэкономика в двух томах. Но это не тот, который был издан 10-15 лет назад, а тот, который был издан два года назад, значит, для студентов. Учебник Серегина из авторов, тоже очень достойный макроэкономикой для бакалавров. Есть учебник Абеля Бернанки, макроэкономика для MBA, тоже подходящий. В общем, в этом смысле Мэнкью здесь важно просто выбереть тот, который вам нравится, который вам подходит, импонирует. И если вы с ним хорошо познакомитесь, то у вас будут большие возможности достичь успехов. Вот, так что так. Хорошо. Да, для тех, кто первый раз участвует, я могу повторить, что представляет из себя формат. Да, вообще литература у нас представлена на сайте. То есть, в принципе, вы можете в спецификации, значит, Олимпиады увидеть темы и литературу. То есть, в этом смысле она не является секретной. Вот. Но, тем не менее, еще раз повторю, то есть, это учебник Бланшар, макроэкономика. Матвеева Татьяна Юрьевна, макроэкономика. Абель Бернанки, тоже макроэкономика. И макроэкономика для бакалавров под редакцией Серегиной. Это те книги, на которые можно ориентироваться. Да. Значит, ну, обратите внимание, что у вас есть еще вторая часть вебинара. Сейчас начнется микрочасть. Вот. А по структуре Олимпиады, кратко скажу, что будет первый тур вводный заочный с тестовыми заданиями. А затем будет второй тур, вероятно, тоже в этом году заочный, с уже открытыми вопросами. И в финал у нас предполагается уже устные встречи, устное обсуждение, значит, заданий. Хорошо. Тогда я отключаюсь и передам слово моей коллеге Евгении Александровне Левиной, которая расскажет вам о микрочасти. Мы сегодня с вами обсуждали задания второго тура и третьего и заключительного тура. То есть было одно задание из второго тура и одно задание из финала. Я о них рассказывал. Так что так. Рад был с вами пообщаться. Вот. И надеюсь, да, до встречи. В будущем тоже. Я прекращаю вещание. Даю слово Евгении Александровне. Спасибо. 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 Так, сейчас буквально через минуту, я надеюсь, что Евгения Александровна выйдет. Я вижу еще один вопрос в чате, я отвечу. Как решить проблему инфляции даже при высоком доверии населения, если инфляция все же оказалась не монетарным феноменом? Ну, как шок цены на нефть 70-х годов или там кризис коронавируса и любой другой шок предложения. Против лома нет приема, если нет другого лома. Нужно действовать тем же самым шоком предложения. Если, допустим, был в кризисе 70-х годов, выросли цены на нефть, то решение проблемы – это нахождение энергосберегающих технологий, поиски альтернативных источников энергии, и это заняло в западных обществах 10 лет. Через 10 лет они эту проблему решили. Причем сам рынок отчасти это регулировал, потому что высокие цены на нефть поощряли инвестиции в энергосберегающие технологии. При низких ценах этих инвестиций не было. То же самое с любым другим шоком предложения. Если он происходит, то нужно искать пути, чтобы провести так называемую политику предложения, то есть снизить издержки фирм. Допустим, плохая инфраструктура, фирмы имеют высокие издержки, высокие цены, надо инфраструктуру улучшать. Низкая конкуренция на рынках. Фирмы-монополии, они устанавливают цены, уменьшают объем производства. Надо стимулировать конкуренцию, поощрять вход новых фирм на рынок. Ну вот ответ. Ну это уже не центрального банка политика, это политика уже политического. Ну извините. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Добрый день, я прошу прощения, у меня какие-то сложности с подключением возникли. Ну надеюсь, что с демонстрацией этих сложностей не будет. Выгружается презентация. Значит, итак, меня зовут Левина Евгения Александровна, я старший преподаватель департамента теоретической экономики высшей школы экономики. Также я работаю в лаборатории развития интеллектуальных состязаний по экономике на факультете экономических наук и в метод комиссии по экономике Олимпиады, я профессионал. Я с другими коллегами составляю задания по микроэкономике, соответственно, рассказывать буду о микроэкономике. Значит, прежде чем перейти к тем практикоориентированным заданиям, про которые рассказывал Дмитрий Александрович, нужно участникам пройти отборочный этап, на котором продемонстрировать свои знания базовой экономической теории. И в условиях, когда уже осталось не так много времени, какую литературу, какие источники доступные можно использовать для подготовки. Как Дмитрий Александрович уже сказал, литература и источники указаны на странице Олимпиады. Вы можете посмотреть и убедиться в том, что, конечно, список источников достаточно большой, при том, что времени на подготовку у нас уже не так много. Поэтому на этом слайде я выписала те источники, которые максимально покрывают программу курса, для того, чтобы вы не рыскали в поисках той или иной темы в том большом списке, который приводится. Кроме того, это источники, которые я здесь привела, они являются доступными. Например, наш базовый учебник для бакалавриата – это учебник Верриана. Он был переведен на русский язык, в далеком 1997 году издан. Соответственно, при том, что есть уже другие англоязычные издания, но русскоязычные, оно доступно, можно найти в сети. Ну, наверное, и какие-то, может быть, не самые последние англоязычные тоже можно. И если у вас есть возможность, то я, конечно, бы рекомендовала пользоваться англоязычными версиями, поскольку при переводе были допущены некоторые неточности, и достаточно много опечаток в этом издании. И мы об этом поговорим с вами чуть-чуть позже. Ну, и второй источник, который является абсолютно доступным – это массовые открытые онлайн-курсы. По микроэкономике в рекомендациях к Олимпиаде присутствуют фактически два курса. Один курс на платформе Курсера – это курс Константина Исаковича Сонина, научного руководителя факультета экономических наук, основы микроэкономики. И курс на национальной платформе открытого образования Покатовича Елены Викторовны, заместителя декана факультета экономических наук, ну, и мой, соответственно, и Левина Евгения Александровна. Значит, курс на платформе Курсера. Он состоит из десяти лекций, и при этом разного формата задания к лекции присутствуют, то есть разного вида тесты и разное количество. Курс на национальной платформе состоит из двух частей. В каждой части 13 лекций, в каждой лекции, каждой лекции 17 заданий. В каждом задании 5 вариантов ответа, из которых нужно выбрать один верный. То есть, соответственно, это абсолютно открытые источники. Более того, существуют форумы к онлайн-курсам, где вы можете задавать вопросы в рамках курса. Ну, и, соответственно, поскольку у нас есть площадка, где можно задавать вопросы по микроэкономике, по крайней мере, по большому количеству тем, которые представлены в программе, то сегодня я разберу те задания из демоверсии, которые либо не представлены в онлайн-курсах, либо немного представлены, то есть совсем небольшой объем. И также задания, которые, конечно, в онлайн-курсах представлены максимально подробно, но, тем не менее, вызывают сложности у участников при прохождении первого этапа. Значит, и вот эта иллюстрация как раз для того, чтобы мы обратили внимание, что есть опечатки, ну, во-первых, в учебнике Вериана, о котором я говорила в переводе, но и остальные источники, не только те, которые здесь были упомянуты, могут содержать какие-то опечатки, неточности, поэтому я призываю вас относиться к материалу максимально критично. Значит, о чем идет речь в учебнике, вот в опечатках учебники Вериана, о которых я хотела сказать. Ну, вот, например, это у нас скан англоязычного издания, где рассказывается о дискриминации первого типа, и сказано, что, например, монополист предлагает потребителю с высоким спросом количество блага х1.0 по цене равной площади под спросом вот этой кривой. То есть, смотрите, на рисунке закрашен вот этот вот треугольничек, но это, как я надеюсь, все уже знают, потому что готовились к Олимпиаде. При дискриминации первого типа вот этот треугольничек составляет только прибыль монополиста. А стоимость всего пакета, комплекта, который монополист предлагает при дискриминации первого типа, это, как сказано в материале, в учебнике оригинале, вся площадь, то есть это трапеция. Теперь давайте посмотрим, как это перевели в учебнике 97-го года. Тут сказано, что предлагает индивиду вот этот объем, о котором идет речь, по цене равной площади А, то есть при переводе решили, что речь о той площади, которая на картинке закрашена, хотя нет там явным образом сказано, что площадь под кривой, то есть это вся трапеция. Соответственно, если ориентироваться на этот материал просто вот механически, ну да, так же написано, так нарисовано, то можно допустить ошибку в решении заданий. Значит, ну и как я сказала, мы с вами рассмотрим те задания, которые, начнем во всяком случае, которые мало представлены в онлайн-курсе или, может быть, совсем не представлены. И эта тема межпериодный или иногда говорят межвременной выбор. Ну, при том, что тема не представлена в онлайн-курсах, я надеюсь, что тема знакомая, и сейчас вы убедитесь в том, что вы уже достаточно хорошо подготовлены. Значит, нам нужно рассмотреть двухпериодную модель. Потребитель потребляет, соответственно, в первом периоде, во втором, может сберегать и занимать по фиксированной ставке процента. При этом первая программа, он выбирает, значит, из двух программ, предлагает выплаты 100 денежных единиц в первом периоде, а вторая распределяет это выплаты между первым и вторым периодом. Мы видим, что в сумме у нас получается, что вроде бы как предлагают во втором периоде больше, но посмотрим, как на самом деле оценивает эту ситуацию потребитель. Я хотела поделиться экраном. Хочу закрыть презентацию и открыть доску для того, чтобы решать эту задачу. Как мне это сделать? Если я так буду писать, то я буду писать. Так, может мне кто-нибудь из организаторов подскажет, как мне отключить презентацию. Так, я только двигаюсь вперед. Попробуйте по презентации на компьютере. Там, где показ экрана или там, где файл? Нет, именно у вас на компьютере. Вот я показ экрана нажимаю. Вы же будете все равно демонстрировать экран, правильно? Только доску. Так, ну я как бы нажимаю, у меня снова... Вот, это вы закрываете пока с экрана. А вам же нужно просто закрыть сейчас презентацию и открыть доску. Закрыла презентацию. Так. И хотела, чтобы графический планшет был виден, что я делаю. Инструменты вот рисования. Я нажимаю, и у меня тут же появляется презентация. Я бы хотела на чистом листе это делать. Спасибо большое. Сейчас получится посмотреть. Да. Так, все, отлично. Значит, итак, мы с вами рассматриваем первое из заданий. Так, только теперь у меня не рисует... Нет, не получается, графический планшет так мне не позволяет. Так, это уже последнее. С пожеланиями успехов. Ура, спасибо. Итак. Нет. Не могу. Не рисует. И не стирает. Не понимаю. Евгения, попробуйте. Я думаю, что он не дает вам просто графическим планшетом. А если вы будете, получается, использовать не графический планшет, а, получается, мышкой рисовать... Просто мышкой тоже не позволяет. Да, вот мышкой он, к идее, должен вам дать. Да? Попробуй. Да, ну давайте попробую. Конечно, будет не так красиво. Красиво. Ну, попробую. Ну, только что вот я, когда готовилась к вебинару, позволял. Не знаю, почему. Сейчас вот тоже не все позволяет. Значит, ну и так. Соответственно, у нас уровни... Нет, вот не могу писать. Нет, почему. Вы выбрали там цвет, вот это все. Как-то у вас, ну, появляется что-то. Да, да, ага, вот так. Может, у меня... Да, вот. Ага, ура. Графический планшет тоже позволил. Так, сейчас. Я прошу прощения. С зумом уже освоились, а с графическим планшетом как-то нет. Ну, не знаю, нет. Как-то частично позволяет, частично нет. Значит, и так. Нет, никак. Не могу стереть, чтобы это убрать. Рисовать, да, стирать не дает. Значит, и так. Я прошу прощения еще раз. Значит, уравнение бюджетной линии при двухпериодном моделировании поведения потребителя у нас записывается вот таким вот образом. Где C1, C2 – это объемы, которые потребитель... Объем потребления, то есть в денежном выражении в первом периоде во втором. Ну, и, соответственно, умножить на здесь M1 и плюс M2. Значит, нам сказано, что по первой программе у нас 100 единиц. Сначала только в первом периоде по второй программе можно получить 50 и 60 единиц. Соответственно, тогда мы посчитаем доход и увидим, что при ставке 20% доход потребителя в этой модели составляет 1200. И ровно ту же величину он будет составлять... Если мы рассмотрим вторую программу. Таким образом, ответ в этом задании... Только мне нужно вернуться к первой странице, ко второй или там... Нет. Так, мне почему-то теперь не позволяют. Следующая страница к заданию, да. И вот мы видим, что здесь ответ – две программы для потребителя эквивалентны. Значит, следующее задание у нас тоже... Можно тогда это, видимо, уже не я листаю. Перейти к следующему заданию. Это задание тоже по двухпериодной модели. Предпочтения здесь уже заданы потребителя. Мы видим, что предпочтения потребителя заданы как функция Коба Дугласа. Известно, что наш потребитель в первом периоде потребляет 10 денежных единиц, во втором периоде 12 денежных единиц и спрашивают у нас, чему будет равна ставка процента. Следующую страничку, чтобы здесь можно уже перейти тогда как-то... Ко второй чистой странице нет. Значит, тогда здесь мы воспользуемся тем, что для вот этого уравнения бюджетной линии у нас еще получается задана функция полезности, и мы знаем, что во внутреннем решении задачи потребителя предельная норма замещения должна быть равна отношению цен. Но вот в этом уравнении, в этом уравнении бюджетной линии у нас получается, что как будто бы цена C1 это единица плюс R, то есть это вместо P1 у нас, а вместо P2, соответственно, как будто бы единица. Соответственно, МРС равно отношению цен P1, P2 это МРС равно единица плюс R. Предпочтения, как мы уже отметили, представимы функцией Коба Дугласа. Соответственно, МРС для этой функции, когда у нас C1, C2 возводятся в одинаковые степени, это C2 на C1. И тогда получается, что у нас 12 к 10, 1, 2. И это значит, что ставка процентов у нас 20, ну или в ответах демоверсии у нас дана величина 1,5. Так, давайте тогда переходим к следующему заданию. Можно к следующему заданию перейти? Тема, которая отсутствует практически в онлайн-курсах, это модель предложения труда, но тем не менее, вот в курсе на национальной платформе в части 1 это присутствует тема немного, как пример, в модели равновесия по Вальрасу. То есть там рассматривается раздел экономика Робинзона Круза, ему посвящены целых две лекции. Ну и вот один из фрагментов в этих лекциях, это фрагмент, где равновесие ищется в терминах модели предложения труда. Ну и поскольку это тоже такая базовая тема, давайте решим соответствующую задачу. То есть у нас в такой экономике задана функция полезности потребителя. У нас один потребитель, один производитель. У нас задана технология. При этом предпочтения потребителя зависят от досуга и потребительского блага. Потребитель распределяет фиксированное количество времени. Это не обязательно 24 часа или 30-31 день в месяц. Это то время, которое потребитель в принципе готов распределять между работой и отдыхом. То есть возможно из этого времени уже вычтены какие-то другие активности, которые не учитываются. Ну вот, например, в этой задаче мы распределяем 12 часов. Значит, заданы начальные запасы потенциально потребительского блага. В этой задаче это 48, но может быть и нулевое. И спрашивается, какое время будет отдыхать наш потребитель в равновесии по вальрасу. Можно перейти к доске и чистый лист. Чтобы был, потому что здесь у нас достаточно громоздкие вычисления. Не сложные, но их много. Как перейти? К чистому листу. К чистому листу можно. А его очистить только таким образом. Я не могу ластиком, потому что права управления уже не у меня и ничего не стирается. Можно чистый лист? Хорошо, пока там исчезает. Значит, давайте начнем анализ. В задачах общего равновесия традиционно задачи начинаются решаться с задачи фирмы, потому что прибыль фирмы входит в прибыль потребителя, входит в доход потребителя. Значит, итак, у нас технология фирмы по условию 8L. Цена, благо, которая фирма производит, равна P. Соответственно, P на 8L минус стоимость этого фактора. В данной ситуации для фирмы это время. Значит, ну, очень часто мы для того, чтобы решать задачи максимизации, дифференцируем. Но конкретно в этой задаче мы можем получить решение, просто проанализировав. Вынесем L. Здесь 8P минус W. И тогда мы видим, что если у нас, например, 8P больше, чем цена труда, то тогда фирма вообще никогда не остановится. То есть ее прибыль будет бесконечно расти. То есть в этом случае нет решения задачи фирмы. Или же, если у нас 8P меньше, чем W, то лучшее, что может сделать фирма, это вообще ничего не производить и, соответственно, ничего не затрачивать. Ну, и если у нас 8P равно W, то тогда решением будет любое число от 0 до плюс бесконечности. Потому что что означает, что мы решили задачу фирмы? Это означает, что мы нашли такое количество фактора, которое будет давать максимум прибыли. Здесь, если 8P равно W, то получается, что у нас, чтобы мы не выбрали, прибыль будет равна 0. И это максимальное значение. Соответственно, единица будет давать максимальное значение 0? Да, будет. Двойка будет давать максимальное значение 0? Да, тоже будет. Соответственно, любое число, как уже я постаралась здесь записать, от 0 до плюс бесконечности является решением этой задачи вот при таких ценах. Ну, соответственно, во внутреннем равновесии, где у нас фирма что-то производит, мы уже можем сказать, что отношение цен P на W равно 1 восьмой. Ну, и теперь перейдем к задаче потребителя. У нас предпочтение потребителя представимой функцией полезности Коба Дугласа, опять же. Возводятся в одинаковую степень у нас переменные. Соответственно, потребитель будет тратить одинаковую долю дохода первого и второго блага на первое и второе блага. Здесь у нас бюджетная линия, уравнение бюджетной линии записывается следующим образом. Цена на количество потребляемого потребительского блага это равно, сколько потребитель будет работать, ставка заработной платы на труд и плюс нетрудовой доход. Ну, здесь в качестве нетрудового дохода у нас фигурирует прибыль, потому что фирма не может никому не принадлежать. Если потребитель агрегированный, то есть мы все-все вместе агрегированы в этой экономике, то прибыль обязательно кому-то из нас, эта фирма принадлежит, и прибыль в доход вот этого агрегированного потребителя входит. Ну, соответственно, в таком непривычном виде для нас это уравнение, ну, потому что мы привыкли, что у нас обе компоненты, которые выбирает потребитель в бюджетной линии, они находятся слева. Ну, и, соответственно, тогда мы здесь можем с вами вот это время на работу, которую тратит потребитель, рассмотреть это как разницу, сколько вообще время он распределяет и сколько он отдыхает. Соответственно, уравнение бюджетной линии, когда мы перенесем то, что у нас со знаком минус, будет выглядеть следующим образом. цена оплаты труда на отдых плюс расходы на потребительское благо, а здесь ставка заработной платы на время, которое вообще у нас потенциально распределяется, и плюс прибыль. Ну, давайте обратим внимание, чему будет равна наша прибыль. На самом деле мы даже могли не анализировать решение, а зная уже базовые теоретические утверждения, еще увидев в условии вот эту технологию, сказать, что прибыль у нас будет равна нулю, потому что у нас технология характеризуется постоянной отдачей от масштаба, а значит, либо решения задачи прибыли не существует, максимизации прибыли не существует, либо прибыль равна нулю. Ну, и как мы видели, действительно, если у нас соотношение цен вот такое, как здесь, то чтобы не выбирал потребитель, прибыль ноль, и если у нас цена выпуска, умноженная на 8, меньше, чем цена труда, то тоже у нас нулевой выпуск, нулевая затрата ресурсов, тоже прибыль ноль. Поэтому это слагаемое будет у нас равно нулю. Ну, и плюс еще у нас с вами в этой модели есть начальный запас потребительского блага. То есть мы тоже его с вами добавим. Ну, соответственно, у нас при одинаковых степенях потребитель тратит одинаковую долю дохода. Вот у нас получается стандартная тогда задача. И мы можем сказать, что отдыхать наш потребитель будет следующее время. Значит, 1, 2 на доход, В на 12, плюс прибыль нулевая, плюс П на 48. И делим на ставку заработной платы. То есть здесь у нас получается 6. Здесь П на В мы с вами уже нашли, что это 1, 8. Еще про эту двойку не забудем. И здесь у нас 48. Соответственно, здесь слагаемое 3. И всего мы получаем 9. Значит, ну, не следует пугаться того, что так вроде мы долго решали, а это тестовое задание. На самом деле, очень многие моменты мы должны с вами были понять сразу же, глядя на эту задачу. Ну, во-первых, про соотношение цен, которые есть в равновесии. Во-вторых, могли сразу вот таким вот образом записать уравнение бюджетной линии. Ну, и спрот для функции Коба Дугласа, конечно, очень важен. И я надеюсь, что все к старту туров отборочных выучат, как его искать. Так, можно тогда вернуться к условиям задачи. Ну, и задача, которая, тема которой не освещена в онлайн-курсах, это монопсония. Значит, здесь у нас дан спрос фермерского хозяйства. Значит, это 1200 минус 10 на ставку заработной платы. То есть это спрос работодателя на труд. Вот как мы только что решали задачи на равновесие по вальгасу. И задано предложение труда. Это как раз из решения задачи потребителя. Мы только что нашли, сколько потребитель отдыхает. Но если бы нам нужно было сказать, сколько он работает, то мы просто вычли бы из количества времени, сколько он отдыхает, и получили бы соответствующий ответ. То есть у нас там было 12 часов, 9 часов отдыхал у нас потребитель. То есть в предыдущей задаче он у нас работал, получается, 3 часа. Вот решая эту задачу, в общем виде мы, при каких-то других условиях, имеется в виду, что из решения задачи потребителя мы получили вот такую функцию предложения. И нас спрашивают, какая равновесная ставка заработной платы. Можно вернуться к листу для того, чтобы мы решали задачу. к белому листу, чтобы можно было писать. Так, у меня появилась возможность освободить себе место. значит, итак, спрос фирмы на труд так, я уже сама поведу. Здесь 20. Не 20, а 10. Значит, ой, извините, пожалуйста, там ставка заработной платы. Здесь. Значит, это прямая функция. Выразим обратную. Значит, получается, это у нас 120 минус L на 10. Значит, прямая функция предложения 20 на ставку заработной платы. Ну, и тогда, соответственно, обратная функция L на 20. Значит, откуда появляется вот эта функция спроса? Мы только что решали с вами задачу фирмы, но там, как я сказала, нам не нужно было дифференцировать благодаря тому, что у нас такая линейная технология. Технология с постоянной отдачей от масштаба. Потенциально же, когда мы решаем задачу совершенно конкурентной фирмы, то мы записываем условия первого порядка, и когда пронормирована цена вот этого нашего блага, которое выпускает фирма, то и получается, что у нас F' это и есть вот эти 120 минус L на 10. То есть, это откуда у нас появляется спрос. Теперь давайте запишем задачу монопсиониста. Значит, и так, цена на объем выпускаемой продукции, это у меня P' так, это P' минус, но теперь ставку заработной платы, если это не совершенно конкурентная фирма, а монопсионист у нас он осознает свое влияние на нее, на эту ставку. Соответственно, условия первого порядка это P' на F' минус V' на L минус V' L. Вот эта величина, это и есть как раз наша обратная функция спроса, наше 120 минус L делить на 10. ну а здесь вот мы работаем с нашим предложением труда, которое монопсионист осознает. То есть здесь получается 1 на 20 умножить на L плюс L на 20, то есть таким образом мы получаем то есть в равновесии объем труда у нас 600, ну и вот 600 делим на 20 и получаем тот ответ, который задан у нас в условии. Теперь переходим снова к условию. Значит следующие задачи представляют некоторую сложность, но я позволю себе отправить к онлайн курсу на национальной платформе, где задачи подобного типа разобраны в разных вариантах. То есть та задача, которую я взяла из демо-версии, это задача на ставку. Когда индивид может вложить деньги, в случае неудачи эти деньги теряются, в случае благоприятного исхода, соответственно, он получает какой-то значительный выигрыш. и это задача на максимизацию функции ожидаемой полезности. Поскольку, как я уже сказала, есть источники, где можно посмотреть, как решаются аналогичные задачи, то я вас тогда к нему отправляю, тем более, что у нас уже не так много времени. И давайте посмотрим следующее задание. Это задание на дискриминацию первого типа. Как раз именно с этой темой была связана та опечатка, которую я вам продемонстрировала. Опять же, тема дискриминации представлена весьма подробно в онлайн курсах доступных, то есть можно просто подписаться, это не требует никакой оплаты. Ну, и я взяла эту задачу по дискриминации первого типа, поскольку она была в демо-версии, но мы же понимаем, что дискриминации у нас три, то есть потенциально могут быть задания и на дискриминацию второго типа и третьего. Соответственно, нужно быть готовыми к дискриминации любого типа. Ну, и поскольку наше время вышло, то я вынуждена на этом закончить, но, как я уже говорила, у нас есть площадки для общения по микроэкономике, на тему микроэкономики в рамках тех курсов онлайн, которые я продемонстрировала, указала в презентации. если если есть какие-то вопросы, готова на них ответить. Ну, что ж, если вопросов нет, то жду ваших вопросов на форумах, где смогу ответить на них не в такие сжатые сроки, как проводится у нас вебинар. Тогда всем желаю успехов! Я включила демонстрацию экрана. спрашивают, какие задачники. Ну, на самом деле, опять же, как Дмитрий Александрович, сошлюсь на ту литературу, которая есть в рекомендациях курсу. Там есть и задачники в том числе. Ну, и опять же, вот в онлайн курсах каждой лекции есть задания. Соответственно, можно проходить эти задания и смотреть, насколько у вас это успешно получается, то есть, с подготовкой. Но и в литературе указаны также сборники задач. Там есть задания с разбором, задания вот в том формате, в котором они будут на отборочном этапе. Ну, поскольку это литература, которая продается, то не буду ее вот таким образом в открытом эфире рекомендовать. Пожалуйста, посмотрите, в списке литературы все есть. Я прошу еще раз прощения за технические накладки. Постараюсь следующему разу освоить вебинар в полной мере. субтитры что ж, если вопросов нет, то тогда на этом заканчиваем. Дарья. литературы вверху 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 Продолжение следует...